Приветствую вас. Я бы сказал, что проблематика здесь достаточно очевидна. Во-первых, у вас, поскольку вы боитесь не понравиться молодому человеку, есть, ну, как бы, такие допущения или непринятия того, что вы можете кому-то не нравиться, можете у кого-то вызывать негатив, можете у кого-то вызывать какие-то, не знаю, отрицательные чувства, эмоции, что, кстати, в принципе, вполне нормально. Ну вот. И исходя из этого, исходя из того, что вы себя объясниваете, вы называетесь компенсацией. Компенсация того, что вы себя объясниваете, проявляется в завышенных требованиях к партнеру. Из-за чего вы испытываете сейчас разочарование? Потому что партнер немножко не соответствует вот тем притязаниям ваших компенсирующих тенденций, которые, как бы, протекают из-за страха, что вас могут отвергнуть, что вы можете не понравиться, что с вами что-то не так. И отсюда, как бы, такие вот сложности вас наблюдаются. Вот. Ну, давайте, во-первых, вот такой вопрос зададим. Что будет конкретно? Что будет, если вы ему не понравитесь? Ну, не понравитесь вы ему, и что дальше? Ну, что произойдёт? Что для вас означает? Чего вы боитесь? Вот. Это первое. Второе. Вы говорите, как-то это всё неправильно. Ну, а как правильно? То есть вы сами по ряду причин знакомитесь с мужчинами в интернете. Вот. И... Понятно, что между вами и таким человеком будет, ну, не сказать, что бы особенно много общего. Это нормально. Да? Вот. Ну, да, в какой-то степени это... это... неестественно. Да, это... это может выгореть. Это может, ээ... может, там, идеальный ваш партнёр и всё такое, там, на всю жизнь. А может... может и наоборот, что это человек, который... вам просто не понравится. Вы увидите его, разочарует и скажете, фу, фу, какой-то непонятный вообще и всё. Ну, такое, да, тоже может быть. Понимаете? То есть как бы это нормально. Вопрос в том, что... Я пришла к тому, что знакомлюсь с мужчинами в интернете, потому что... По общему правилу, да? По общему правилу. Ээээ... как бы... Люди знакомятся в интернете, ну, преимущественно в интернете, когда... Эээ... боятся непосредственно взаимодействия в реальную реальность. С учётом того, что вы боитесь, что этому человеку не понравится, я предполагаю, что это может... Эээ... быть... эээ... сдерживающим фактором... В вопросах вашего взаимодействия с людьми в реальной жизни. То есть я... эээ... боюсь взаимодействия вот лишний раз эээ... с людьми и с эээ... там, мужчинами, например. Эээ... дабы не почувствовать себя, там, отверженной, ненужной... Эээ... не знаю... эээ... непривлекательной... эээ... вот какой-то такой. И я ухожу в интернет. Условно. Эээ... как бы... ну... эээ... в интернете проще общаться. Это... эээ... это верно. Что в интернете действительно проще общаться. Но... ну... как бы рано или поздно всё равно приходится в реальность приходить. И вот тут... эээ... человек сталкивается с тем, что эээ... в интер... в интер... в интернете... эээ... при... эээ... переходе в реальность. Гораздо меньше связывающих факторов с человеком, чем... чем... эээ... в реальности изначально. Потому что в изначальной реальности... ну, если эээ... эээ... изначально отношения начинаются в реальности. То... мы можем видеть, как человек себя ведёт. Мы можем видеть, как человек реагирует на какие-то ситуации. Да? Например... например там... в стрессовых ситуациях. В конфликтных ситуациях. В свободное время. Да? Да? Ну да. Слуги и так далее. То есть мы видим человека в разных ситуациях с таким, какой он есть. И всё. И это нормально. А в интернете-то не так? В интернете-то человек нам... эээ... показа... эээ... демонстрирует что? То есть он хочет? Человек демонстрирует нам что? То, что ему выгодно демонстрировать. Мы не знаем, правда это или нет. Да? Вот. Поэтому, эээ... в интернете, как бы, есть твоя специфика. Повторюсь, здесь момент в том, что вы... эээ... вот... боитесь, что ему не понравится. И не очень понятно, чего вы боитесь. Ну, то есть я не думаю, что это единственный страх у вас. Вот. Дальше... эээ... вы говорите, что... не спали полностью. То есть, как бы, для вас это очень важно. Эээ... очень важно. То есть, ну вот, эээ... это была встреча с эээ... мужчиной. Мужчина, не факт, что у вас будут отношения, там, что-то ещё. Но для вас эта встреча, это... это... скорее всего, возможность вступить в отношения. Это возможность быть в отношениях. Осталось только понять, чем это для вас так важно. Как вариант? Как вариант. Я не говорю, что это... сто... эээ... сто процентов правильный вариант. Я говорю это как некую такую... такую... знаете... ну... может быть... такую... точку... точку отсчёта. Что... вы чего-то хотите. Что вы в чём-то... в чём-то нуждаетесь. Да? Что... у вас ээээ... есть... несколько мотивов. В том числе и своих собственных. Собственных. Для того, чтобы... отношения... оправдались. Для того, чтобы они... отношения... эээ... себя... ну как бы... вот полностью раскрыли. И если этого не произойдёт... если этого не случится... то... вам будет... эээ... больно. Вот... почему... больно? Из-за чего... больно? Это вот весьма... хороший... как мне кажется... вопрос. Который можно себе задачать. Это означает только то, что вы здесь... решаете некую... некую... эээ... свою... я бы сказал... проблематику. Вот. Не... а просто вот что... он мне... мне... мне понравился... человек... я хочу... сделать его... эээ... счастливым. Да? Там... или... там... ну... посмотреть... насколько у меня... получится сделать человека счастливым. Нет. Нет. И скорее всего речь о том, что вы пытаетесь какую-то свою... проблематику решить. И поймите... ничего плохого нет... в том... что вы хотите свою... проблематику решить. Хотите, здорово... Я... я... ее нужно решать. Вы, молодец. Я пытаюсь ее решать. Но... решать... ээ... мне кажется... эээ... нужно... не за счет... другого человека. решать-то нужно, не ставя себя в зависимости от другого человека. Потому что так решало одну проблему, и вы вводите в разы нескольких других проблем. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи и буду надеяться на вашу обратную связь, когда вы переварите то, что я сказал.